Ну а тем временем рестораторы Казахстана просят отменить налог на добавленную стоимость для бизнеса в сфере общественного питания. Они заявляют, что сейчас их положение стало хуже, чем даже во время пандемии. Доходы в среднем упали на 30%, а расходы только увеличились, учитывая взлет цен на продовольствие, повышение аренды и зарплаты сотрудникам. Вместо НДС предприниматели общепита требуют ввести единый 3% налог. Сейчас у нас не то, что стагнация в сфере, а у нас откат идет, вы понимаете, да? Если ситуация будет продолжаться как минимум 2 года, ну 3, да, то у нас сфера откатится на 10-15 лет назад. То есть это будут столовые 80-80-х годов. Средний чек у нас упал в 5 раз. Мы просим у государства, сейчас мы ведем переговоры с господином Амриным о том, чтобы общественному питанию, а также гостиничному бизнесу вообще убрали пороги по НДС. И сделали один единый налог 3%. Все. Только в этих условиях предприниматели в данный момент смогут выжить. И Вероника Нурписова сегодня у нас в студии. Добро пожаловать. Спасибо, что нашли время. Продолжим разговор по этой теме. Ну вот, Вероника, для нас, простых потребителей, для тех, кто ходит ежедневно в кафе и рестораны, вот для меня лично непонятно, что действительно стали меньше ходить. Мне кажется, после пандемии все соскучились и стали гораздо чаще посещать какие-то заведения. Вы знаете, дело в том, что клиента отток, это говорит о том, что в данный момент наш гость, средний чек упал на примерно 4-5 раз. Если раньше вы приходили в заведение общественного питания, вы заказывали стейк, виски и так далее, то сейчас, как правило, и это был чек порядка 15 тысяч тенге, то сейчас вы приходите, заказываете сет пивной, которому 6 кружек пива в подарок. Соответственно, средний чек на человека получается около 3 тысяч тенге. Продукты питания выросли от 2 до 8 раз, я уже говорила об этом. То есть, сегодня мы говорим, что посетители, в принципе, они, может быть, и остались в том же объеме, но заказывать стали меньше и избирательно. Меньше избирательно не раз. На самом деле клиента отток на 30%, поскольку люди уже привыкли к дарк китчен. Дарк китчен – это доставка на дом. У нас очень многие предприниматели перепрофилировались, но это абсолютно новый вид бизнеса доставка. И для того, чтобы предприниматель, у которого уже есть ресторан, обычно на доставку блюда заказывают только для того, чтобы был оборот продуктов. То есть, прибыли там особо нет? Нет, там нет вообще прибыли, потому что мы 40% отдаем агрегатору от чека, а у нас всего 3% остается, вы выше об этом сказали. А есть какая-то статистика по большим тоям, праздникам, вот сейчас как стали корпоративы больше, меньше отмечены? Да, корпоративы стали примерно так же, как было до пандемийного периода, но средний чек остался примерно на том же уровне. То есть, если это было примерно от 5 до 8 тысяч тенге, потому что приносят мясо с собой и так далее, и то и был порядка от 15 до 50 тысяч тенге в зависимости от уровня заведения. Чек остался тот же, но, к сожалению, мы не можем поднять сейчас цены, потому что мы понимаем, что у нас и так клиента отток. Если мы сейчас еще будем поднимать цены, то понятно, что гости вообще перестанут ходить. Ну, понятно, выручка, вы говорите, упала. Вот на сколько у вас увеличились затраты в таком случае? Коммунальные службы подорожали примерно на 32%, арендная плата выросла примерно на 20%, продукты питания от 2 до 8 раз подорожали, заработная плата выросла примерно на 25-30%. Вы сейчас говорите усредненную какую-то цифру. Есть, наверное, те, кто и совсем не поднимал заработную плату? Есть такие? К сожалению, есть такие. Вы знаете, дело в том, что у нас в общественном питании существуют еще такие... Мы, допустим, категорически против даркичина из дома. То есть, те, кто дома пирожки, пирожные приготовил, яркий случай тому, допустим, что люди травят... Сегодня мы говорили об отравлении, да. Никаких норм абсолютно не соблюдается. Люди никаких налогов не платят. Они дома, папа, мама, я, дружная семья. Они открыли также кафешку рядом с домом или там во дворе дома, условно говоря. Как правило, это район Юго-Востока и так далее. И понятно, что у них затрат, в принципе, таких нет, как в более крупных заведениях, когда есть персонал, есть уровень, есть стандарты. То есть, люди не выполняют эти стандарты и тем самым демпингуют нам. Ну, вот сегодня вы в интервью назвали какую-то такую страшную цифру, что если еще такая ситуация продлится два года, то нас откинет в ресторанном бизнесе лет на 15 назад. Неужели все так серьезно? Да, да. На самом деле все так серьезно. Почему? Потому что вот вы выше говорили по поводу того, что мы просим единый трехпроцентный налог без порога по НДС. Что нам это даст? Это сократит штат наших бухгалтеров, которых в среднем заведении там от 12 и выше. Мы будем заниматься не тем, чтобы где-то как-то раздробиться, да, то есть сейчас что мы в конце года главе государства доложим, как обычно, что у нас растет МСБ. То есть там в объекте общественного питания, где сейчас 3-4 юридических лица будет 7-8. У нас предприниматели будут заниматься не развитием бизнеса, а придумыванием куда бы это что укрыть, куда бы что это закрыть, для чего это нужно, нам это не нужно. Мы хотим развиваться, мы согласны, чтобы нам дали единый порог по налогу 3%, убрали порог по НДС, тем самым государство сейчас в открыто увидит, первое, какой у нас на самом деле оборот. Второе, какое действительное количество объектов общественного питания, а не 177 ТОшек и ПЭШек. Третье, у нас будет с 1 января, дай бог, 23 года, наверное, наконец-то войдет в силу закона о банкротстве физического лица, и мы, наконец, сможем официально брать юридически, законно, через ЕНБЕК наших сотрудников. Потому что 90%, как вы понимаете, они скрываются от именно кредитов. А можете сказать, кому сегодня сложнее всего, более дорогим заведением или более дешевым? Сложнее сейчас, если это брать в разрезе кадрового голода, то, конечно, сложнее всем абсолютно, но где более низкий чек, естественно, более низкая заработная плата, там сложнее по кадрам. Если говорить о прибыльности в целом? Без кадров не будет прибыльности. Если брать по прибыльности, то, конечно, среднее выше среднего, если брать в эквиваленте финансовом. Почему? Потому что люди привыкли заказывать домой, люди привыкли кушать, уже что-то делать дома. Вероника, я вот сейчас вас перебью. Тем не менее, я видела недавно интервью одного российского ресторатора, который открывает, да, вот господин Орлов, он открывает у нас заведение и, в принципе, говорит, что это выгодно. В чем тогда проблема? Дело в том, что мало ли что говорит господин Орлов, в нашей ассоциации есть такие крупные предприниматели, там, такие крупные сетки, там, как Ланжоу, Руми, Зашевгрупп, там, я не знаю, очень много крупных предпринимателей, которые сейчас терпят очень большие убытки. Именно в том плане, что у нас абсолютно сейчас нет прибыли. 3% если мы будем платить, а у нас нет, почему мы просим убрать НДС, порог по НДС? Потому что в общественном питании нет входящего НДС. 80% мы берем с рынка. Мы, если будем брать с НДС, товар тот же самый, он будет на 30% еще дороже, только за счет документов. Хорошо, вот вы говорите, что ведете переговоры с вице-министром нации экономики, с господином Амриным. Как он реагирует на ваши предложения? Вы знаете, у нас действительно жена Казахстан, и это действительно очень приятно, потому что господин Амри действительно пошел нам навстречу. Он задал нам ряд вопросов, на которые мы взяли дедлайн и дадим на эти вопросы. Когда вы обратились к нему? А у нас переговоры были в пятницу с ним. В пятницу, дедлайн когда? В среду. Дедлайн в среду, то есть сейчас ваше предложение рассматривают? Да. Мы должны дать дополнительные данные, для того, чтобы он после чего, то есть дополнительные данные, которые он запросил, мы должны будем дать, после чего он уже будет делать анализ. На какой период вы попросили себе льготы? Навсегда. Для того, чтобы сфера всегда работала нормально, адекватно, открыто и не пряталась в серой зоне. Зачем это нужно? Вы понимаете, дело в том, что мы за прошлый год заплатили порядка 42 миллиардов тенге в бюджет налогов. Если мы сейчас будем работать по той схеме, которую предложили мы, мы сможем заплатить, это примерно 39% нашего рынка имеют оборот в месяц порядка 20 миллионов тенге. 3% от них, если мы, вот все это можно посчитать, мы будем платить порядка 252 миллиардов тенге в год. То есть мы предлагаем в 5 раз больше. Это же хорошо государству. И никто никуда не скрывается, все в открытую, все в честную, все в чистую. Но вы сказали, что ответ будет буквально в среду. Нет, в среду мы дадим дополнительные данные. У нас будет, помимо господина Амрина Блока, еще будет КГД. И также соцзащита обязательно, потому что нам нужно уже думать о том, что 1 января не за горами, и нам нужно легализовать наш персонал. А также у нас проблемы большие с программой Янбек онлайн, потому что очень сложно зарегистрировать персонал. Там по 30-40 минут висит человек, чтобы прикрепить какой-то документ и зарегистрировать его в системе. Ну будем надеяться, что чиновники из Нового Казахстана вас услышат. Будем следить обязательно за этой темой. Спасибо большое. У нас была Вероника Нурпиисова, советник-председателя Ассоциации общественного питания. А мы продолжим выпуск.